Орлиное гнездо находится на улице Школьной в 62-м доме. Орлята здесь уже оперившиеся. Многие победители юношеских соревнований под зюдо. Илья в свои 14 обладатель зеленого пояса. Занимается этим видом спорта уже 7 лет. Однако этот пояс для него не финишный трофей, а лишь стартовая черта. Я занимаюсь зюдо 7 лет. Я добился очень много. Я добился зеленого пояса, выиграл Москву, Московскую область. А есть какие-то дальнейшие планы, связанные с этим видом спорта? Я хочу выиграть Россию и Олимпиаду. Стать, как Газимурат Магалевич, тренером. Как говорится, не боги горшки обжигают. Тренер спортивного клуба «Орленок» убеждает ребят, что при цели устремленности и работоспособности покорятся любые вершины, даже олимпийские. Всем детям говорю, что каждый из вас может стать олимпийским чемпионом. Единственное, для этого нужно с душой вкладываться. Каждый день становиться сильнее, чем на прошлой тренировке. И результат обязательно будет. Вплоть до и олимпийских результат. Тоже ничего страшного нет и невозможно. Все в ваших руках. Не все ребята слепнут во сне от блеска олимпийского золота. Ваня пришел в дзюдо для того, чтобы защищать слабых. В его классе девочек не обижает никто. Я ему сказал, полезешь еще раз к девочке, получишь больно очень. Ну, он сказал, все, не буду лезть. И теперь все в классе меня уважают. Если бы девочки его класса сами занимались в «Орленке», то у Вани было бы меньше работы по наведению порядка. Ведь в клуб принимают и прекрасный пол. Если существуют прошлые жизни, то в одной из них Софья наверняка была амазонкой. Почему такая тяга именно к боевым видам спорта? Брат, потому что. А, в смысле? А в прямом, он обижает. А, вот так? То есть хочешь дать ему сдачи, да? Да. Эй! Так, ну что, начинаем тренировку. Направо. Побежали по кругу. Усердие должно вознаграждаться. Поэтому каждый год администрация Ленинского района отправляет юных спортсменов в спортивно-оздоровительные лагеря под Курском. Большая часть затрат также оплачивается из районного бюджета. Отдых детей и занятия проводятся на базе Олимпийц. Там хорошая очень тренировочная база. Также там этот лагерь находится на берегу реки. Сейм. Находится лагерь в сосновом массиве. Земля, песок. То есть там дышится очень хорошо, свежий воздух шикарный. Комаров нету. Ну, для восстановления это идеальный вариант, я вот считаю. Родители спортсменов предпочитают этот спортивный лагерь, всем остальным обычным. В этот лагерь мы едем третий раз. Ребенку там очень нравится. Я спокойна за его безопасность. Тренер 24 часа в сутки. Территория лагеря огорожена, ухраняемая. Там река. Ну, ребенку нравится. О, спорт ты мир. Водитель нашей съемочной группы так воодушевился, что тоже занялся собой. В лагерь он уже попадет вряд ли. Но тело и дух укрепит обязательно. Илья Кремнев, Евгений Садовский, Екатерина Чернышева. Видно этого.